Центральный пограничный ансамбль ФСБ России завершил турне по республикам Северного Кавказа. Расскажите, пожалуйста, как вас встретили в наших краях, как вас принял зритель и какие у вас впечатления от посещения Северного Кавказа и в частности нашей республики? Изумительно. Просто замечательно. В каждом зале, в каждой республике были оглушительные приемы. Очень тепло, очень чутко публика откликалась на каждое фактическое произведение. Поэтому вы, собственно, и сами сегодня видели, что это сложно передать словами, когда живая музыка идет непосредственно в зрительный зал, и мы из зала получаем обратный отклик. Это совершенно потрясающее ощущение, потрясающее чувство. И так было в каждой республике. В каждой республике есть свой какой-то нюанс, есть своя культура, есть свои традиции. Но когда разговариваешь языком семи нот, когда поешь о тех вещах, которые близки каждому человеку, то здесь, безусловно, нет никакого различия. Поэтому прошло все просто великолепно. С какой целью было организовано и реализовано данное турне? «Целями акции является поддержка проведения специальной военной операции, пропаганда примеров мужества и героизма сотрудников органов безопасности и пограничной службы, укрепление дружеских связей пограничников с руководством субъектов Российской Федерации и местным населением в интересах пограничной деятельности. Также проведение профориентационной работы среди молодежи. Важной задачей данной акции является патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Выступление вашего ансамбля – это нечто невообразимое. Я получила огромное удовольствие. Я думаю, что со мной согласится каждый зритель, который присутствовал в этом зале. Я даже встретила несколько человек, которые из Черкесии, один раз побывав на вашем концерте, они приехали сюда, в Карачаевск, чтобы послушать вас еще раз. Вы выполняете серьезные творческие задачи, сложнейшие творческие задачи. Расскажите, пожалуйста, как вы справляетесь с этим? Наверное, как справляется любой профессиональный человек. Наверное, неправильным будет, как справляется летчик-истребитель, выходя на какие-то совершенно сумасшедшие высоты, на бешеных скоростях, как он справляется с этим. Он профессионал. Он этим занимается всю жизнь. Поэтому мы – это наша профессия. Мы этому учились. У нас это получается. И мы это делаем с удовольствием и с радостью. Это турне – это не разовая акция. Вы уже на протяжении 17 лет разъезжаете не только по городам России, но и по всему миру. Но у нас в Карачаево-Черкесии вы впервые поделитесь впечатлениями. Вам удалось хоть что-то посмотреть, хоть что-то увидеть? Вы знаете, поскольку мы все-таки приехали не в туристическую поездку, а именно с акцией, то самая главная для нас достопримечательность – это те люди, которых мы встречаем. И вот те ощущения, которые мы получаем на концертах, конечно, удалось посмотреть, безусловно, удалось посмотреть. Но, к сожалению, только из окна автобуса. Поэтому много очень переездов. Каждый день другой город. И, сами понимаете, живой звук, он требует тщательной подготовки. Поэтому, собственно, походить, посмотреть достопримечательности пока не удалось. Но на Донбай уже краем глаза взглянули. Надеюсь, что еще подведем поближе. Репертуар вашего ансамбля – это не только патриотические песни, песни военных лет, он гораздо разнообразнее, шире. Расскажите, о чем вы поете. Немного расскажите о творчестве своем. Я думаю, что если я сейчас начну вам перечислять, что входит в репертуар ансамбля, никакого интервью не хватит. Я вам скажу так, что входит в репертуар коллектива вокальные и хореографические произведения, наиболее яркие, лучшие произведения не только России, а и всей мировой культуры. Мы себе не отказываем в удовольствии пользоваться плодами великих европейских, американских, австралийских композиторов и музыкантов. Мы никак не ограничиваем себя в своих правах. Пусть Европа и Америка себя ограничивают, урезая себя от... отрезая, я бы сказал так, себя от огромного пласта русской культуры. Тем более наша культура многонациональна. И чем больше этих национальностей, чем больше традиций, тем богаче наша культура. Поэтому входит все фактически, от песен военных лет до классических произведений. Мы исполняем, поем и танцуем фактически все. У многих участников ансамбля есть заслуженное звание. У вас есть свой оркестр, у вас есть свой хор, у вас есть свои солисты и даже свой собственный балет. Это наверняка результат огромного труда, колоссального труда. Любой, наверное, профессиональный коллектив, это коллектив, который достаточно много. И трудно, должен трудиться, прежде чем получилось что-то хорошее. Я не знаю, может быть, пошучу немножечко, но у нас часто так в качестве шутки звучит, что в политике, в футболе и в музыке у нас разбираются все. Вот только единственное, что на профессиональном уровне этим занимаются немногие люди. Мы стараемся свою работу делать профессионально. А ансамбль – это уникальное создание, где не только музыка, не только песня, но еще и танец работают одновременно. И в физике есть такое понятие, как синергия. Создается такой синергетический эффект усиления. Усиление эмоций, усиление отдачи, ну и, соответственно, усиление отдачи зала. Сергей Владимирович, вы в программе посещения Горчевая Черкесия у вас предполагались встречи с представителями органов власти, с ветеранами, с будущим нашей страны, с детьми. И даже шла речь об оказании помощи материальной некоторым пограничникам, участникам боевых действий. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам реализовать все вот эти планы, все вот эти задачи и насколько вот это взаимодействие было плодотворным? Подобные встречи состоялись. Мы вчера в Черкесске выручали подарок ветеранам пограничных войск. Также у нас запланированы еще дальнейшие встречи, на которых мы также будем вручать подарки тем категориям, которые вы озвучили. Расскажите много о том, что вы памятные места, пусть на памятники посетили, возложения были. Во время проведения акций мы в обязательном порядке посещаем памятные и исторические места, мемориальные места, возлагаем цветы, проводим траурные митинги, посвященные различным событиям в истории нашей России. Кроме этого, у нас проводятся различные выставки, организовываются выставки вооружения, военной техники, военные формы одежды, используемые в охране государственной границы, фотодокументальные выставки Центрального пограничного музея, осуществляется раздача печатной продукции книжно-журнального издательства «Граница». Ну и подобные выступления у нас одномоментно, вот на сегодняшний день, проведено, кроме вот этого выступления, еще три выступления на территории Карачао-Черкесской республики. Ни для кого не секрет, что сейчас очень непростое время для нашей страны. Многие наши ребята выполняют свой долг в зоне СФО. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать нашим бойцам, нашим воинам, матерям, женам, которые ждут их дома, и родителям, которые потеряли своих детей, ну и, конечно же, нашей России? Конечно же, победы. Ближайшие наши победы. Это основная задача на сегодняшний момент. И те сотрудники, которые находятся сейчас, участвуя в боевых действиях, выполняя свои обязанности защитников Родины, конечно, мы их все поддерживаем. Поддерживает вся страна. Поэтому хотелось бы пожелать им возвращения домой живыми и здоровыми. Победы, выполнение всех поставленных задач и скорейшего возвращения домой живыми. и здоровыми. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Ждем вас еще. Спасибо вам за замечательный концерт, за отличные эмоции, за настроение. Спасибо. Творческих успехов. Спасибо. Спасибо.